Добрый день, уважаемые коллеги! Мы начинаем пресс-конференцию, посвященную матчу за Олимп Суперкубок России 2019. И слово предоставляется Юрию Павловичу Сёмину, главному тренеру футбольного клуба «Локомотив», обладателю Олимп Суперкубка России 2019. Юрий Павлович, пожалуйста. В первую очередь хотел поблагодарить организацию, которая так идеально организовала этот матч на прекрасном стадионе, стадион «Динамо», на котором я когда-то играл на старом. И футболисты показали очень интересный и хороший футбол с обеих сторон. Я думаю, болельщики были довольны. Ну, естественно, наши были более довольны, чем в Ильбе. Но футбол был хороший. Спасибо. Ваши вопросы, коллеги, пожалуйста. Юрий Павлович, обе команды, обоим соперникам не откажешься в борьбе в упорстве. Но ваша команда так билась сегодня. Все-таки не хотелось проигрывать чемпиону, который поднял вас в софет? Перелет. Ну, наверное, то, что уже было это вчера, мы не помнили. Мы думали о сегодняшнем дне. А сегодняшний день, это разыгрывается, первый приз в российском чемпионате. Мы за него и бились. Мы бились за то, что этот приз приехал бы к нам в «Локомотив». Мы бились за то, что мы должны быть на уровне нашей компании «РЖД», потому что мы одно из подразделений. Мы за это, в том числе и за себя. Нас хорошо поддерживали болельщики, а свободность всегда нужна в каждом матче. Мне кажется, что можно было еще прибавить нам. Юрий Павлович, было чемпионство, было два кубка, но вот после вашего возвращения в «Локомотив» суперкубка еще не было. Насколько для вас принципиально было выиграть сейчас, после двух поражений в овертаймах в предыдущих суперкубках? Насколько лично для вас это было принципиально, чтобы еще один трофей был завоеван? Ну, из поражений всегда нужно извлекать победы, поэтому мы извлекли и выиграли, тем более у «Зенита». «Зенит» на сегодняшний день очень сильно вкупликтован, это очень сильные команды, мы счастливы, что победили. Насколько принципиально, всегда принципиально, любой мяч, любой матч для меня принципиально. Спасибо. Да, пожалуйста. А Юрий Павлович, оцените, пожалуйста, игру новичков команды в следующем матче. Вся команда была хороша, и отдельно мы оценим у себя в «Баковке», у себя в «Комнате». Для теории. Еще? Да, пожалуйста. Рабочий путь «Смонятский» – Павел Сергей. При счете 2-1 после второго пропущенного гола, что чувствовали и что говорили игрокам, чтобы они смогли переломить этот сложный момент матч? При счете 2-1 мы потеряли инициативу, и план, который был, он не стал работать, потому что контратакующая игра уже не получалась. Уже мы должны были атаковать плановые атакки. Но отдельные перестановки мы внутри сделали, определенный подсказ игрокам тоже сделали. Но они просто молодцы, особенно. Алексей провел фантастический матч. И второй вопрос. Против Дзюба была ли персональная опека? Было ощущение, что первом тайме защитник старается выключить именно его, потому что много передач было. Нет, персональной опеки никакой не было. Кому приходил Дзюба, тот защитник выбрал. Еще вопросы, пожалуйста. Дзюба сделал бы свое дело. Он был участником тех ячейков, которые были взяты. Юрий Павлович, с победой. Сегодня команда физически выглядела здорово. Можете ли вы сказать, что сейчас она на своем пике? Нет, не могу. Спасибо. Галина. Можно Гарина Козлов, 124. До 35 минуты боянщики не поддерживали команду. Как чувствовали в этот момент? А почему они не поддерживали, я так не понял. Молчат. Бойкот. Фанатская трибуна локомотива молчала. Фанатская трибуна локомотива молчала. Ну, я не знаю, почему они молчали. У них, наверное, есть тоже какие-то основания. Мы должны общие... Мы должны друг друга слышать. Потому что мы играем для болельщиков. Болельщики для нас это главное. И они у нас преданные, они у нас... Ради них... Смотрите, как футболисты бьются. Мы должны учитывать каждого болельщика, каждого человека, который приходит за нас болеть. Учитывая его мнение. Взгляд у них встреча с болельщиками. Да, вот девятый у нас будут поручения медалей и встреча с болельщиками. Наверное, мы послушаем их к ним какие-то претензии. Их претензии тоже надо слышать и находить общий язык. Еще вопросы, пожалуйста, уважаемые коллеги. Юрий Павлович, Алексей Миранчук забил два мяча после того, как произошла замена и когда вышел эдер. В общем-то, его функции на поле Миранчука поменялись. Можете об этом подробнее рассказать? Ну, нам нужно было уносить изменения. Изменения, потому что мы проигрывали 2-1. И нам показалось, что Алексей, выпуская эдер, если Алексей останет в центральной позиции, то здесь будет большая скучность и не будет простора. Поэтому Алексея мы перевели в правую сторону, где левая нога, его хорошо ему атаковать с фланга в середину. Что он и сделал. Для него безразлично, что там играть, что здесь. И он фантастически использовал свою роль, которую ему предоставилось. И это изменение, которое произошло, оно сыграло, наверное, важную роль. Артем Кузнецов, ТАСС, Юрий Павлович. Вы сказали про новичков, но все-таки я позволю себе еще спросить конкретно о Мурилу. Тем более, что много было разговоров вокруг него. Если не вам об игре, то хотя бы о том, как он вписался в команду, довольны ли вы его профессионализмом? Ну, раз он играет, значит, я сегодня всем доволен. Мы доволен всем игрокам. Это Мурилу игрок нашей команды, поэтому будем работать, будем с ним, будем содействовать. Остальное все от него зависит. Будет хорошо играть, будет играть, не будет хорошо играть, не будет так, как и у любого игрока. Да, последний вопрос. Ты уже задавал, подожди, может, еще кто-то, кто не задавал. Да, пожалуйста, молодой человек. Да, пожалуйста. Последний не надо. А, не надо? Хорошо, да, давайте еще. Да, два, что я. Последний это в другом. Юрий Павлович, а сегодня у локомотива все, кто мог в нападении собирать, все вышли? Наверное, больше никого нет. Вот именно. Как раз об этом можете спросить. Может, тоже хорошо. Никого нет, только те, кто есть, вот и все. Они сегодня сражались. А вообще еще раз хочу сказать, на завершение давайте закончим. Здесь локомотив стал чемпионом на Динамо. Здесь локомотив выиграл, мне кажется, три кубка. Три или два кубка на стадионе Динамо. Стадион Динамо для нас счастливый. Все, спасибо. Спасибо.